друзья всем привет я уже в каменске покинул луганск закончились там праздники ночью конечно будет рождество но я уехал пораньше потому что тут тоже дел хватает нужно было кое-что тут поделать на квартире поэтому уехал я раньше друзья вот сегодня будет ну как прогулка но особо снимать так ничего и показывать не будут друзья хотелось бы просто с вами поговорить насчет текущих событий уже которые в принципе для цена верно для кого-то с девяносто первого года для кого-то с 2004 для кого-то 14 для кого-то вот с 24 февраля друзья много вопросов на канале разных много людей разных из россии из украины вот с разными вопросами с разными комментариями поэтому хочется немножко обсудить эту тему много вопросов и провокционных и так далее разных друзья частично я затрагивал эти вопросы где-то как кто не хочет про политику смотреть можете не смотреть сразу просто я хотел так сказать один раз обсудить расставить все точки чтобы все понимали мою позицию что происходит и как друзья ну понятно что все началось развал советского союза кто-то в том возрасте уже был сознательный кто-то допустим как я был малой но кое-что запомнил кое-что видел что-то хорошее заметил что что-то допустим не очень мне нравилось но как и всем это по-разному но тяжело сидеть мне это до 7 лет было вот и вы вспомните вот кто не смотрел советую посмотреть и речи слова жириновского в то время он записывал как что где и что будет происходить так она в принципе произошло как главный посыл видео друзья я хочу вам объяснить одну вещь понимаете нет у нас в мире ну как так сказать как вам объяснить нет у нас на западе как бы друзей и партнеров есть конкуренция есть право сильного ну вот пока ты сильный тебя уважают и ведут с тобой переговоры и так далее как только ты становишься слабый ты никому не нужен друзья поэтому нету никакого международного права и так далее это все сказки поэтому советский союз он был собственно развален намеренно и в принципе понятно почему потому что он был конкурентом и так сказать ну каким-то антиподом америки и где-то им не позволял творить что они впоследствии потом творили хотя и не всегда тоже мог на это все воздействует но все равно было как-то два полюса и было хоть какое-то равновесие потом это равновесие ушло и собственно от советского союза самое мощное что осталось это была россия и россия соответственно была для них угрозой в частности тем же самым ядерным оружием и так далее ну как видите 90-е годы конечно не прошли они просто так много чего развалили уничтожили что-то удалось сохранить что-то до сих пор уничтожают час машину пропустим я сейчас хочу пойти в такое место где можно спокойно походить с вами поболтать чтобы ничего не мешало так сказать там где люди не живут там где когда-то была жизнь на территории бывшего марш завода и поэтому ихняя задача была уничтожать и разваливать россию соответственно устраивать на периферии этой страны так сказать всякие бунты остания там вооруженные конфликты и так далее может посмотрите весь по сути советский союз те страны которые жили в нем бывшие везде же начались междоусобные конфликты в частности он сколько и на юге было да где-то чего-то избежали где-то вот оно началось по-разному то есть ну вот один из них украины они долго украину готовили к этому всему долго промывали людям мозги потому что ну посмотреть тому чему нас учили изначально и к чему мы пришли в конце это очень большая разница друзья сейчас опять машина видит очень друзья большая разница это все что было изначально как-то ну не знаю вот как я себя ощущал у этой стране то есть это было как бы россия но не россия но по крайней мере наш вот юго-восток да то есть ну понятно что не везде я бывал как бы но все равно я вот был харьков и в киеве был я в крыму в том же самом в донецке я был я вам хочу сказать что это были чисто русские в основном города нет но какие-то вот и я сам шока гэкаю то есть какой-то суржик все летом и так далее это был но если ты допустим в киеве или где-то в больших городах попадал супермаркет и там кто-то размовляв на чистой мове тут сразу было понятно что это приехали на заработки товарищи села западной украины то есть такого не было все говорили везде на русском и вообще ни у кого это не вызывал не вызывало никаких проблем но единственно конечно геморрой на было что школе учили дополнительные предметы да это собственно украинский язык украинскую литературу а так как по сути ну как вам сказать про описание конечно там все это дело слова советское время придумали увеличить так как ну изначально это как было мара малороссийский язык и он чисто был языком общения там может где-то литературный в каком-то мере но это не был никакой полноценный украинский язык который вот он был то был просто такой знаете как южно-российский диалект так сказать на котором общались люди определенной местности со своим выговором и так далее на западной украине там конечно больше язык подвергнут был изменениям потому что они долгое время и под польшей жили и под венгрией и румынии и так далее то есть там говорить не о чем потому что там вообще друзья далеко не украинский вот и конечно украинская литература тоже в школе вызывала много вопросов потому что ну там принципе не знаю вообще честно говоря школьную литературу не особо-то любил читать ну в украинской там не знаю кроме вершей верши это стихи да там вообще по моему ничего интересного неба вот только помню одну утка карпын кары 100 тысяч а ток в основном нытье как плохо жилось при панах как набили там и так далее но прикол в том что паны то это польша а сейчас вы опять продались этой самой польши против которой так боролись после против шляхты это и все остальное вот и потихонечку друзья это начала вот так вот взращиваться появилась история украины которую я вот сколько учил учил и не мог понять что-то какой-то кусками какими-то вырывами какие-то гетьманы какие-то это какое-то все при этом при всем мышь практически не учили ни истории великой отечественной войны не истории революции то есть ничего хотя ну рубарист и даже истории советского союза у нас по сути в программе вообще не было хотя это была большая часть становления вообще вот этого украинского именно по сути государства то есть по сути этот собаки на бежит привет ты шо на цепи ходит охраняет слышал речи бежит по сути то есть но как вам сказать сложно это конечно все вопросы но вот история она была какая-то загадочная да я остановился на историю советского союза мы ее вообще не учили практически у нас ничего этого не было в программе понимаете хотя по сути украинское государство она именно сложилась именно советское время понимаете поэтому не знаю я не говорят в царских временах и так далее то есть у нас вырывы какие-то были вот это мы историю киевской руси переделали как свою они как историю вообще всего русского народа ну короче друзья вот с этого все началось 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 вот этот потихонечку промывка но поначалу как-то еще на украине люди более-менее друг другу относились десна знаете всегда какое-то было именно вот к нашему к востоку нелюбовь на западной украине видимо еще это знаете с времен великой отечественной войны а может и раньше когда вот эти были бандеровцы вот эти все товарищи которых потом сначала репрессировали а потом внезапно всех отпустили потом долго с ними боролись не знаем из-за этого из-за чего а может из-за того что там знаете как товарищи жили под европой а тут их забрали в советский союз в общем не знаю но отношение было не очень хорошее если допустим киев там центральная украина так далее вообще было нормальное отношение то там было специфическое изначально ну хотя опять же люди были везде разные вот но основное противопоставление началось где-то году 2004 когда победил ющенко и на тот момент мы еще не понимали что это соросята но это были соросята и вот это вся оранжевая команда особенно молодежь которая начала потихоньку вылазить и не знаю я ценю при нем вылезли чуть позже вот ну и короче вот эта вся движуха прошла началось вот это разделение что типа донбасс дебилы юго-восток это вообще отброс вообще вот эта вся территория а что вот они истинные украинцы понимаете вот начал этот национализм подниматься еще тогда и вот первое пошло разделение вот это вот украины потом вроде как-то более меня успокоились вроде меня как-то жили но были вот эти всякие кризисы международные которые нас влияли там и так далее но постепенно вот это началось разделение майдан за майданом выборы перевыборы и вот это все херня и пока там вот это вуйки которых привозили западной украины тону и не только западные у нас тоже были такие товарищи которых возили бездельники которые не работали которые там стояли зарабатывали деньги на майдане потому что not представьте человек стоит на майдане да все ряд вот люди вышли ну смотрите у меня есть семья условно да там жена двое детей там мама дедушка там ну больных родителей я грубо говоря бросаю работу до с учетом что ну далеко не все люди будут допустим богатые до которые ну что у них какие то есть накопления что они бросили работу живут на накопления да тем более что вы знаете что после этих кризисов сколько с кредитами люди в 2008 тогда попадали и так далее то есть что там продали машины дома еще должны остались поэтому нет конечно были богатые люди но богатые люди не стояли на майдане друзья и вот вы представляете вы идете на майдан бросаете все как там вашей семье жить и так далее потом на майдане вам куда-то надо в туалет ходить что-то есть надо да я банальные вещи рассказывают ну большинство людей которые адекватно это все понимают а есть люди которые живут какими-то лозунгами какими-то фантазиями просто что вот я не знаю как друзья им нужно кушать им нужно спать им нужно в что-то одеваться и так далее то есть ну это не так все просто ну вы же поймите что пор как огня без дыма не бывает то есть значит кто-то это все содержал кому-то это было выгодно и кто это все организовывал отсюда надо и смотреть понимаете они то что там да там янукович там и все они все хорошие друзья они все воры грубо говоря ну условно это конечно не доказано но короче недовольство есть сюда она и в россии здесь есть сейчас вот идущая своя но все показала все это всплыло понимаете я не говорю что здесь в россии все идеально что здесь все розовые пушистые да здесь тоже есть проблемы очень много проблем но революциями госпереворотами эти проблемы друзья не решаются но никак абсолютно потому что будет еще хуже вот она украиной превратилась в это и конечно последняя капля это вот был майдан тринадцатого четырнадцатого года да там говорили что они там бизнес отжимали еще что-то но честно говорю обычных людей это вообще никак не касалось так дело в том что они все время когда оранжевые приходили оранжевые отжимали голубые приходили голубые ну короче без предела всегда хватало я думаю что многие до войны когда уже сейчас все так сказать тупо разделились на плохих и хороших до типа на русских украинцев но пока еще войны не было да то многие ненавидели зеленского эту всю власть за те коммунальные услуги затем мизерной пенсии за все короче друзья за все это люди тоже это потом когда пришла уже война и надо было выбирать сторону да ее называют и слово в россии хотя кто-то войну называет хотя у нас у жителей донбасса война идет 14 года и вот подходим мы к майдану к этому последнему опять там побили каких-то студентов которые на самом деле были и не студенты и вообще короче бардак при этом откуда-то камеры все это засняли все это прям ну короче пошла раскрутка этого всего ну я вам скажу что янукович мог это все разогнать подавить но я думаю что как у всех наших чиновников у него были большие деньги за границей и ему просто сказали что дорогой мой будешь типа артачиться у тебя все то жмем поэтому давай-ка выполняем он пошел на вот эти все вещи переговоры договоры в результате которых его просто кинули и все но самое главное друзья вы поймите что вот это вот уже майдан и если первые какие-то там где-то они может шли под чисто руководством внутренних элит и так далее здесь уже полноценно влезли западные кураторы а влезли они почему не для того чтобы сделать украину богатой процветающей страной чтобы прямо все стало там идеально превратилась она в шикарную там я не знаю какой-нибудь там индустриально аграрную или чисто аграрную ну хотя богатых аграрных стран нету давайте сразу скажем ну то есть превратилась какую-то супер страну да с розовыми пони зелеными берегами как там молочными реками кисельными берегами нет друзья им нужен был клин против россии против россии настроить против россии вы ведь вспомните вот они как только пришли после майдана еще не было никаких боевых действий ничего они сразу начали вот эти законы оригинальных языках отменять они начали запрещать русский язык там в школах это далее да может где-то это был популизм но для нас это было ну друзья удар очередной понимаете они нам говорили все нахрен россию мы с россией не торговать не работать не будем мы все мы пойдем в европу а я как человек работающий на заводе который производил оборудование для россии мы жили за счет этого я сразу же понимал а что мы будем а как мы будем а что мы будем кому в европе нужно наши нет я понимаю что нужно стремиться к лучшему я вот так вот разговаривал нас один из хозяев предприятия которым работал они такие про про европейцы были и так далее ну не все время же типа того что он мне сказал делать говно нужно научиться делать все хорошо по европейский там это далее я ему говорю слушай дорогой а кто тебе мешает сейчас платить европейскую зарплату кто тебе вмешает сделать европейские условия работы на заводе организовать все как положено технологию техпроцессы импортное оборудование ну то есть все как положено шикарные столовые там медстраховку хорошую больницу и все остальное кто тебе мешает это делать никто ну так а при чем здесь европа если ты хочешь что-то построить вот это вот такое тут и должен брать это и строить ну друзья мы должны учитывать еще один фактор ведь вот эти все страны хорошо живут хорошо живут за счет чего за счет своей колониальной политики за счет своих колоний понимаете то есть чтоб человек просто так хорошо жил но не бывает такое это единичная чтобы хорошо друзья жить нужно хорошо откуда-то деньги брать вот они грабили эти все страны вокруг до последнее время уже конечно не так в открытую но все равно ресурсы то качались ресурсы то качались из африки из это уж посмотрите в африке до сих пор нормальной государственности это толком нету во многих там странах там же жопа то же самое в азии посмотрите что творится южной америке чуть получше но все равно короче весело а кто не дает а вот эти вот партнеры которые приходят там ставят свои правительства марионетта устраивать там перевороты все остальное в результате вот образуется такое болото поэтому друзья те наивные которые вот вот европа там америка сейчас на придут и научат вас жить не друзья никто вас не научит вас жизнь только научит вы поймите что вы для них конкуренты даже сама украина как страна это конкурент и по промышленности была конкурент и по сырьевой тоже по металлу там углю и так далее конкурент даже добыча газа на украине была своя у нас даже в луганской области поэтому это все друзья конкуренция конкуренция а не то что там какие-то фантазии и иллюзии а шикарном будущем ну вот и случился собственно майдан соответственно конечно же у нас настроение здесь были плохие очень плохие потому что там же уже начали людей убивать и полицию на колени ставить и так далее то есть ну реально пошел госпереворот конечно же здесь люди были против конечно же много действительно людей вышло и конечно же так и на майдане кто-то помогал потому что но люди тоже не могли неделями сидеть и голодать так сказать то есть да тут была такая тема ну друзья это был ответ на майдан это уже было следствие они причина но и потом потихонечку этот конфликт начал друзья разгораться на разгораться разгораться и причем я вам хочу сказать что сюда особо-то на переговоры никто не приезжал видите пока там пока там бардак в киеве был нас как бы особо не трогали но как только они там все поделили то сюда весной направили армию я помню я еще в начале лета был луганске работал не прям при мне слышу какие-то взрывы это домой потом приезжаю в центр а там воронки от нурсов нурс это неуправляемые реактивные снаряды выпущенные штурмовиком и изречеченные вход в бывшем облгосадминистрацию ну и чё это вот такие переговоры друзья были а потом пошла техника потом пошла война и я вам скажу что говорят то вот россия оккупировать донпасс на донбасс до россия до последнего момента вообще никак не хотелось сюда это она пыталась договориться западными партнерами вы вспомните там чуть ли не порошенко владимир владимирович поздравил дорогой мой но мы с тобой договоримся потому что как видите ну путин он не единая величина я так понимаю все равно есть какие-то группы есть какие-то колуары и так далее бизнес интересы и россия последнее время почему вот она и потерял собственную украину потому что она выбирала не геополитику и важность самой страны и государства и государственности выбирала бизнес и деньги поэтому сейчас вот в то что происходит оно происходит вот их там говорят что россия оккупировала там что-то это ну да крым крым прошло голосование дам там даже путин сказал были какие-то зеленые человечки это дали но если бы народ друзья не захотел бы и не проголосовал бы никакие зеленые человечки никого бы не заставили никуда идти тем более крым но он изначально тоже был такой же как донбасс пророссийский там много россиян всегда отдыхала и в родни много было и все мы прекрасно знали как люди живут на украине и как в россии это уча сказки рассказывают там про унитазы что они там воровали еще что-то там друзья мародеров и всяких дебилов и всегда везде хватает но не надо говорить это что вот это поверьте мне в россии живут не хуже чем на украине а зачастую даже под на порядок лучше я делал том что когда в четырнадцатом году уехал в россию я сразу по уровням зарплата понятно что и цены были выше но я увидел что уровень жизни там выше ну вот немножко отошел от темы ну вот и россия забрала крым но опять же не хотели бы люди никуда бы он бы не ушел друзья потому что он видел майдан он не хотел этого беспредела и он всегда был так сказать сине белый то есть зареги регионалов за янукович и так далее ушел крым соответственно поднялось у нас движение потому что мы тоже не хотели жить в этой стране в которой раз там я не знаю несколько лет происходит вот эти всякие майданы беспорядки и так далее где государство не может обеспечить вот это вот все по сути понимаете ведь когда люди выходят и начинают там творить беспредел вот вы смотрите в той же европе их же там же чаще образом разгоняют разгоняют избивают это далее и все говорится нормально понимаете смысл в том что демократия она тоже имеет свои границы когда ваша демократия угрожает моей демократии это уже идет конфликт и соответственно в этот момент должно вмешаться государства и наводить порядок ну они же считают что это не только у себя могут наводить порядок а если у нас что-то такое происходит то это просто не знаю чуть ли там не геноцид это все это ужас вот беда ну вот и соответственно янукович имел право на насилие должен был разогнать но не разогнал ну и потом ушел крым потом началась у нас весна у нас соответственно тоже поняли что мы не хотим никуда ни туда ни сюда и друзья россии проси по факту не было может какие-то провластные там всякие группы неофициально да может что-то помогали что-то делали добровольцы безусловно заходили там и все вот это вот дело но это было очень вяло текущие и очень слабые очень слабые почему их концу лета луганске просто начался от постоянные обстрелы уничтожали все электростанции водопроводы ну то есть вся инфраструктура важная вся уничтожалась у меня там остались родные они ни в какую не хотели уезжать но я за этим всем как бы следил по интернету с кем-то связь была связывался и так далее смотрели группы постоянно выкладывали фото обстрелов погибших людей и так далее ну то есть это была трагедия и кстати вот мне многие упрекают что я видео не показываю разрушенных этих мест друзья ну как бы у меня не было такой задачи показать вам эти вещи если хотите вы можете спокойно загуглить их найти некоторые до сих пор разрушены остались очень много на въезде выезде из города магазинов всяких там автосалонов и другой херни до сих пор разбитый стоит в центре города вот стоит разбитое здание вот гармошка там на первом на втором этаже в начале вот сюда буквы ближе к мчс ближе красной площади там до сих пор разбитый первых два этажа магазина стоит это вот следствие обстрела понятно что там уже потом про размородил или разграбили там и так далее это уже отдельный разговор уроды они друзья есть всегда и везде в этом даже говорить не будем вот поэтому не было такой задачи вы знаете показать я думаю что хочет может посмотреть и как выградил и автовокзал там и по ж.д. по-моему много где прилетов было у нас и в дом прилеты были и везде понятно что уже сейчас из-за по асфальтировали и плитку переложили то есть ну что вы думаете сколько времени прошло до пасов прямо как говорят некоторые вот восемь лет луганск обстрелили он так есть а при чем здесь луганск луганск относительно далеко было от линии разграничения поэтому его так не обстреливали но если взять золотое там по пасну и так далее на линии разграничения там было жестко здесь причем по северскому донцу еще как-то более-менее спокойно было то есть наши с той стороны украинцы с другой стороны ну какие-то может обстрелы перестрелки были но поселом более-менее особо не прилетала а вот где была прямая линия без северского донца там постоянно шли бойцы бои обстрелы там и так далее конечно горячая фаза она была именно жесткая четырнадцатый пятнадцатый год когда вот это добавится было и так далее да и вот война это шла вела текущая до конца лета до конца лета ну как с нашей стороны вела текущая со стороны украины они захватывали захватывали окружали и так далее вот и только уже по моему в августе у нас пропала полностью связь уже в россии сгруппированы сформированы в отряды частично наша переобученный частично ну много было добровольцев потому что ну в россии было и чечня на тот момент восемь лет назад может и афганцы были некоторые помоложе и вот они друзья зашли и да и наваляли хохлам и отбросили их много где но опять же тут же начались вот эти все переговоры с медведчуками курченко и другой вот этой всякой элиткой что в результате наши дальше не пошли где-то остановились и все еще остановились политики так решили политики бизнесмены так решили хотя тогда украинской армии не было можно было идти я вообще считаю как сейчас уже даже владимир владимирович сказал что можно было вопрос четырнадцатом году решать но видите или то четырнадцатом году выбрала друзья деньги ну понятно что деньги тоже нужны но конечно я честно говоря вообще вот эту всю российскую политику внутренние не понимаю как даже даже до сих пор сколько много чиновников у которой жены дети и куча недвижимости за границей я честно говоря ну я не знаю они видимо но как и мы все думали что мы знаете как люди всего мира шумы сегодня тут завтра там ну то есть нет у нас никакой родины нашел наш родина весь цивилизованный мир понимаете то есть может она как-то так и было я не знаю я честно говоря мне кажется это конфликт интересов когда ты занимаешь высокие посты и мало того что они просто ответственны с точки зрения вообще государственности обороны страны там и так далее и как у тебя при этом могут вообще быть родственники прямые родственники за границей недвижимость фирмы я считаю что это очень друзья неправильно но не знаю дай бог выводы будут сделаны поэтому поэтому собственно и были вот эти все вот такие переговоры договорнячки и все такое вела текущий минск 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 мы выполняем и вот минские соглашения а в результате сейчас нам его оланд и меркель сказали это всего лишь было для того чтобы подготовить украинскую армию к войне я не знаю чем честно говоря думали в россии поэтому вот как то так поэтому друзья это война она не так просто что путин там что-то там вот захотел завоевать у него там какой-то кризис был ему там надо было рейтинг понять нет но где-то какие-то вещи могут нам пересекаться но на самом деле глубина этого всего гораздо глубже и кстати вот основная проблема владимир владимирович и наши элиты что они до последнего пытались договориться на говорится договориться и в результате ни к чему хорошему эти договоры не привели понимаете потому что четырнадцатом году надо было еще действовать вот как казахстане сейчас начались беспорядки когда еще на украине был янукович нужно было не верить никаким западным партнером янукович мог организовать вот российских войск даже там даже не войска надо было вводить там я не помню на тот момент на нас варде не было рубая спецназ хотя в принципе янукович и сам мог разогнать с другой стороны чтоб это просто выглядело более весомо то в принципе россия белоруссия могли бы свой полицейский ограниченный какой-то контингент вести чисто для это а военных куда там на аэродромы там на такое всякое он просто и все и навести порядок до были бы санкции до было бы то но друзья не было бы такого кровопролития это да вполне возможно что на западной украине там попытались бы какие-то референдумы еще но с другой стороны скажу да пусть забирают польши поляки они такие националисты они там быстро этим всем бандером расскажут почем в одессе рубероид поэтому не знаю но если уже даже это упустили то когда начинался крым нужно было тоже забирать это все нужно было все это забирать украины не было тогда армии абсолютно никакой она была разрушена вся да и не было такой еще промывки мозгов как вот за эти восемь лет понимаете еще и можно было это мирно все там ну какие-то жертвы минимальные были по стране сейчас сколько и украинцев очень много погибло и мирных и военных вообще колоссальное количество там просто мясорубка у нас тоже приличные потери она в любое количество друзья знаете как погибших хоть 100 человек 200 хоть 300 это это очень это ужасно а сейчас уйдут потери на тысячи поэтому друзья можно было этого всего избежать но видите люди как всегда погнались за синицей в небе за каким-то мифическим я не знаю чё ну а еще была конечно проблема что вот эти восемь лет тихо смотрели как на украине спонсируется процветается вот это все разводится знаете как мы удивляются как мы они многие вот сейчас когда началась свой я так думал что многие подумали что там они испугаются убегут просто знаете как полицейская миссия пройдет власть сменят там и все но люди не понимали что прошло долгих восемь лет гитлер за шесть лет построил третий рейх а тут при всей поддержке запада вы представляете там промывка мазок вы просто не смотрели украинские каналы а я смотрел это смотрели люди друзья все конечно это за поздно 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 из-за этого вот такая вот и беда сейчас происходит но опять же вам говорю что причина этого всего это наша народная глупость но не было бы этой глупости понимаете не было бы как бы влияние запада вот мы иногда знаете как вот сша американцы там во всем виноваты нет безусловно не виноваты но это знаете как 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 хищник это про кого там в поговорке да я виноват лишь тем что хочется мне кушать но они уничтожают конкурентов мы для них враги для мы для них туземцы а для тузем для них это плевать вы понимаете поэтому чуть-чуть тут говорит что другое дело что мы сами слабы умом и этим всем и не мы не понимаем куда она все вот это движется и к чему это все приводит что люди не учат не историю свою не книжки не читают и не понимать что происходит то же самое что было уже раньше опять украина превращается в дикое поле которые раздирают это то все и все говорят дайте нам хохлы больше оружия больше оружия для чего надо думать как мир наладить они воевать до последнего украинца тем более вот тот тоже в синий по не понимать что то если бы россия хотела бы вас уничтожить там несколько боеголовок все понятно что потом было радиации все такое то даже без этого много другого мощного оружия авиационного и татали которые просто до сих пор не применяется но тут тяжело обсуждать вот это что сейчас войне происходит потому что на фоне этого еще идет и геополитические экономическая борьба и так далее и некоторых планах наверное не всегда это операция еще и в приоритете стоит потому что идет глобальный передел мира сегодня вот мне одна мадама скинула ролик ну что за такое я попытался посмотреть друзья но это печально люди вот самое знаете понимаете что сама печально че люди не хотят думать просто своей головой вот это самое я начал его смотреть друзья но я минут десять выдержал но это тупо бред понимаете вот такой же как у навального вот почему я не поддерживаю навального потому что он реально бал балабола сливной бачок просто туда сливали просто дезу причем он был сто процентов у кого-то под контролем у какой-то из так сказать башен кремля он не был независимым каким-то этим это все бредни это все сказки да там как-то примешивали западные спецслужбы финансирования и так далее это тоже был и участка какая-то мадама который я уверен что сидит не в россии господи как же канал называется забыл короче начинают рассказывать про вот этот весь пушистый западный мир как хорошо а какие у нас тут тираны и все остальное и в частности там такой мне пример который я просто этого вообще перестал смотреть вот путин посмотрел на то что творится в африке ему нужно было создать что-то там такое чтобы отвлечь внимание там то все и привет приводит пример каддафи что типа вот какой каддафи был плохой а вот как народ там при этом вообще ни слова не говорит о том что на этот народ как влиял запад то есть финансировал эту всю оппозицию вооружал и так далее ну по сути то есть устроил революции в стране переворот то есть сверх каддафи хотя ливия была одна из ну таких процветающих богатых стран туда даже многие наши врачи там и другие специалисты ездили туда работы с удовольствием и получали хорошие деньги потом долго нудно оттуда эвакуировали понимаете то есть уже здесь сразу идет просто воронье что понимаете что просто что именно каддафи такой плохой диктатор а такой хороший народ его так сверху сейчас просто превратил страну в каменный век друзья понимаете то есть но это сразу идет после этого просто но я не могу смотреть потому что ну у меня то голова есть у меня там мозги есть это понимаешь честно говоря вообще смотря на то что они творили даже в том же афганистане друзья как пример взять советский союз там строил школы больницы там ну практически вы знаете наверно даже если бы советский союз не развалился и вот этот горбачев предатель не пришел то вполне возможно что афганистан стал бы очередной республикой советского союза вполне возможно а пришли американцы все что последнее было разрушили наркотрафик вырос все вырос понимаете они что да не мир пришли устраивать они под и брюшки россии и другим всяким товарищам в том регионе сделать проблему а мы все думаем а вот они придут научат расскажет нет друзья не будет это и не стоит даже на это рассчитывать и надеяться нужно начать уже своей головой думать грязюка у нас здесь ну завтра морозит будет завтра после завтра все это дело заморозит поэтому друзья мы вот смотрели на то что американцы творили на ближнем востоке и так далее после этого ждали что что-то на украине будет что не защитят вы же даже сейчас посмотрите они дают оружие только столько чтобы украина держалась они не делают чтобы украина победила хотя но это как де-факто это невозможно понимаете но не может украина победить физически потому что ну хоть по количеству лететь уходе пока ли по по вообще пупу по вооружению хоть по промышленности который в принципе вообще нету то есть они уже полностью воюют всем западным уже большое количество наемников и так далее потому что ну ту основную армию которая была ее уже просто перемололи и и нету ни офицеров никого нету друзья очнитесь не жарю это война до последнего украинца поэтому ведь изначально когда свой начиналась никто уж не говорил что мы там захватим украину сделаем частью россии там была тема о смене режима и нейтральном статусе все а народ вот вы на оккупировали вы оккупанты выйти потому что захватили там все это дело пятое-десятое нашу землю мы будем какую вашу землю вашу землю друзья продали она вам не принадлежит она принадлежит международным корпорация как сейчас вот всякие умники тоже там в казахстане начинают там чё-нибудь а я им говорю товарищи у вас казахстане весь вот этот добывающий бизнес он весь западный он вам не принадлежит наивные люди наивные друзья поэтому надо просыпаться нужно включать мозги нужно начинать думать кому это выгодно на это все друзья очень печально что за этого столько людей погибает тоже надо было так мозги промыть сейчас начинают на украинском языке там что-то писать всю жизнь говорили на русском и тут вот они оказалось что они украинцы хотя у них даже фамилии друзья русские просто печально просто ужасно ну она ведь эту конечно и вина россии с ее политикой конечно тут чё что говорить тут тоже много никому ничего не надо было бизнес деньги и не более того поэтому конечно всего этого можно было избежать но получилось так получилось и сейчас вот тоже я не знаю есть там наивные которые тут тоже мне пишут в комментариях что вот скоро мы там придем в луганск там еще что-то товарищ во первых вас тут никто не ждет раз во вторых вы знаете это ваши наивные иллюзии сюда вы точно не придете но другое дело что вы вообще вот это все сейчас как делаете там начинают писать что вот орки там и так далее а сколько вы своих благородных эльфов положили уже ради чего ради чего ведь сколько изначально даже изначально были переговоры и был были варианты всякого там мирного и так далее этого ну запад же не дал вам не дал и россия тоже долго ментальничала переговоры вела и сейчас до сих пор я думаю идут переговоры знаю так что никто вас друзья не ждет я понимаю шоу и вы нас там где-то не ждете но тут уже видите тут проблема в том что у россии выхода другого нету и сейчас единственное что запад на 100 ставит на то чтобы этот конфликт продолжался гибли россияне и чтоб собственно говоря были какие-то волнения устроить ну и там знаете как попытка устроить в россии какую-то там очередную революцию или еще что то ну или по крайней мере даже если россия все равно выиграет рано или поздно победит то есть все равно затормозить россию нанести как больше ущерб друзья вот и все то есть никто не ставит на вашу победу победу вашей украины тем более как только закончится война ваше финансирование прекратится а у вас там уже и так долгов больше 100 миллиардов промышленности нет ничего нет за счет чего вы жить дальше собираетесь я не знаю это какие-то иллюзии плюс я думаю что в самой европе ну как бы он и в америке он сейчас вообще идет глобальный этот мировой кризис вот но у америки по крайней мере свои энергоносители есть а у европы своих энергоносителей нету поэтому я вам скажу что война скорее всего перейдет и не знаю к лету говорят что вялотекущему такому этому а вот экономический кризис как раз начнется вот начнется в этом году и сколько лет он будет идти я не знаю и в европе без энергоносителей или с дорогими энергоносителями ничего хорошего не будет если вы рассчитываете на нее американцам тоже европа в принципе она на хрен не нужно они заберут оттуда сливки бизнес умы и все и америка она понимаете у нее свои гломерация мексика там в частности какая-то часть южной америки до канада то есть они могут у себя там крутить мутить вертеть внутри себя жить развиваться все они могут жить без этого все спокойно на европе будет тяжело европа то выезжала за счет российского сырья дешевого поэтому если вы думаете что сейчас еще в этом победите потом вам все восстановят там и так далее россии репарации друзья ничего этого не будет россия останется до россии будет тяжело да будут проблемы россия должна будет меняться она уже потихоньку меняется тяжело на меняется но никакой вашей перемоги не будет это сто процентов ничего хорошего вас не ждет и как выданных своих развалинах дальше жить собираетесь я не знаю уж поймите сейчас когда идет война там же не в обслуживании не в содержании не вот это жилья не коммунальных вот эти все инфраструктура которые так уже старая дряхла там же ничего не закладывается ничего не делается не знаю друзья тяжело вам будет тяжело россия почему вперед сильно не двигается тоже спешит потому что она я так понимаю не хочешь на баланс себе брать большие регионы которые потом содержать придется как уже сейчас показывает у россии так много земли в принципе многие так из украины выехали выехала вы еще больше особенно мужиков работоспособных грамотных инженеров там и так далее и рабочих кто успел тут выехал кого деньги были те выехали тоже далеко не все выехали в европу многие в россии выехали в россии тоже принципе земли много тут развиваться тоже можно нормально поэтому товарищ я советую вам переосмыслить это все но многие конечно которые сейчас в польше или где это еще там они вообще нас не понимают друзья вы начнете понимать когда у вас там веселье начнется вы поймите она еще не началось так что друзья смотрите в корень всех проблем не надо говорить что там россия что-то напала россию тянули в этот конфликт на последнего не хотела сюда влазить и вы же посмотрите и своего оттягивали оттягивали я так думаю что его переносили несколько раз потому что были опять переговоры 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 потом трамп пришел там пошло смягчение а вот байден пришел и все уже поставили перед выбором что деваться уже некуда было друзья поэтому вот как то так так все друзья пишите пишите комментарии пишите может когда-нибудь и стрим с вами это соорудим техническая возможность к этому есть а так есть вопросы пишите я наверное больше не буду в комментариях принципе писать вам ответы вот я их буду выписывать куда-то запоминать а потом будем вот так вот с вами гулять буду вам если вам будет интересно рассказывать свое мнение на этот счет я ситуации как что и на что я как вижу и так далее то есть буду вам отвечать в так в принципе в видео там некоторые говорят что обижаются что вот эти поедешь снимаешь а вот там политику затраиваешь друзья но сейчас время такое это уже не политика это война у меня есть тоже такие товарищи там через интернет который ой давай не будем о политике ну как политика когда это уже война когда вот ну просто бить этих людей еще она напрямую не коснулась в них родные пока по домам сидят поэтому они вот так вот относится что этот политика и не хотелось бы ему политики говорить но не знаю нельзя так поэтому давайте как бы буду стараться меньше об этих вещах всех говорить будем записывать отдельную какую-то сделаем рубрику размышлений вопросов ответов там и так далее друзья пишите 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 буду вам рассказывать объяснять потому что многие не понимаю что откуда зачем куда и все мечтают и о розовых пони и слониках и другой всякой херни на особенно в россии многие не понимают но многие потому что вообще пока их напрямую это не коснулась они вообще жили знаете не замечали ну как приблизительно то же самое когда вот была чечня в россии да и мы как-то смотрели ну да ужасно но это там где-то далеко это ж нас не касается вот оно приблизительно то же самое и то что творилось на донбассе эти восемь лет ладно друзья будем заканчивать сегодняшнее видео подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии если понравится будем с вами периодически такие видео записывать и буду отвечать на ваши вопросы может быть и не на улице а дома в тепле у меня веб-камера на компьютере есть будем отвечать на ваши вопросы а то очень много таких всяких тут товарищей залазит и начинает просто гадить не задумываясь о том что вообще дальше будет лозунги 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 не подкреплены никакими фактами ничем так что друзья вы когда что-то слушайте вы вдумываетесь и пытайтесь изучать две стороны не одну я вот допустим когда вот это все творилось и украинский канал смотрел ей читал чтобы понимать что там происходит поэтому как-то так ладно друзья все всех еще раз новым годом всем крепко здоровья с наступающим рождеством это у нас такая был первый политический такой полностью выпуск история событий краткая на донбассе и вообще от этого всего что происходит на украине может что-то недорассказал где-то что-то упустил забыл пропустил чей-то комментарий там где-то это все может быть друзья все это в голове удержать тяжело тем более я никакой не там знаете как философ педагог знаете который там типа составил какую-то речь там и потом изложил ее там знаете прям по порядочку там не сбиваясь ничего это тоже надо друзья уметь поэтому я не политик как как умел так рассказал все давайте пока пока